Всем привет, красотки мои дорогие! Сегодня будет интересное видео, очень милое. Я надеюсь, что, возможно, некоторые вещи, которые я сегодня вам покажу, из магазина Minisoft. Кстати говоря, я думала все время, что название Minisimo читается, но ладно, у меня как обычно все суммурно, потому что я не снимала видео примерно недели-полторы и уже полностью разучилась. Это обычная такая блогерская ситуация. Но остается прежним то, что я по вам очень скучаю и хочу снимать для вас интересные видео, поэтому да, надеюсь, что некоторые товары из того, что я сегодня покажу, будут для вас идеи подарков, возможно, на Новый год, на какие-то праздники. Их будет немного, он будет один, Новый год, Рождество, два. Короче, вы поняли. Это мои первые покупки из этого магазина. Первый раз я его увидела, когда мы были на Бали. На тот момент в Москве их на самом деле не было или было очень мало, так что я их не замечала. И буквально после того, как мы приехали из Бали, я начала обращать внимание, и их сейчас становится все больше и больше, поэтому, я думаю, вы сможете в своем городе его найти или, возможно, есть какая-то онлайн-доставка. Это японский бренд, если все правильно я запомнила. Покажу вам сразу то, что я уже распаковала, не вытерпела вчера, очень хотела спробовать. У них есть много разных насадок, вот таких вот массажеров для тела, для шеи, для спины, против целлюлита. Массажный молоточек. Такая штука у меня есть для лица только. Да, ну, вы никак не видите. Можно купить реально много разных штук полезных, я вот такие массажеры обожаю. До этого покупала их чаще всего бюджетные, в том же самом фикс прайсе года два назад. И, кстати говоря, что меня удивило в этом магазине, я думала, что цены будут, ну, средние, потому что все равно доставка, таможня и так далее, но цены там практически как в фикс прайсе, вот, ну, прям совсем бюджетные, поэтому там есть аксессуары, сумки, шаршфы, шапки, всякие такие прикольные аксессуары женские. Да вообще, чего там только нет, там есть все от косметики до посуды, детские тапочки, носки, трусы, в общем, круто. Просто их люблю использовать на бедра, под ягодицами, с маслом массажным или каким-то антицеллюлитным гелем, вообще просто идеальная штука. Следующее, прям достаю по порядку. Так, я давно себе хотела купить чайник, потому что Андрей любит пить чай из пакетиков заверной. Я люблю из контакта, как я вам показывала в своем уютном видео, рассыпчатый чай, листовые. Поэтому я искала какой-то красивый, такой обычный лаконичный чайник. Этот, конечно, не идеален, потому что я хочу наполнять дом прям какие-то, знаете, околодизайнерскими штучками, в том числе салонками, перечнями с чайниками. Но когда увидела его, в принципе, это лучшее из того, что я видела в Заре, в Ичендеме, в Икеа. Они прям совсем такие простенькие. Этот прикольный, очень милый, без... А, нет, у него есть внутри такая, ну, как бы дырочки, решетка, чтобы отсюда из носика не вылетали листики. Я думаю, вы меня поняли. Второй массажер, который я еще тоже не открывала, в принципе, ничего не открывала из того, что купила. Давайте вместе с вами его достанем. Конечно же, мне нужны будут ножницы, которых у меня нету. Будем ломать ногти, которые вчера я сделала только на маникюре. Ну, в смысле, не сделала, а гель-лак. Это такая уже, получается, щетка-губка-массажка для... больше для душа. Я очень сильно люблю скрабировать кожу скрабом в душе. Иногда так сильно тру и так долго, допустим, ягодицы или живот, что у меня ладони потом прям болят, как будто я себе всю кожу содрала. Можно, в принципе, скрабировать вот такой вот ладошкой, то есть прям скраб. Еще и дополнительно вот этими прыжками массировать скрабом. Дальше мне попадается, наверное, самый неприличный из всей моей покупки. Это вот такие вот наклейки на грудь. Ниппл кавер. Закрыватель сосков. Мне нужны ножницы. Кто-нибудь... One second. Так дело пойдет лучше. У меня такие штучки уже были, но они имеют свойство примерно в течение там месяцев трех или полгода, смотря как часто вы их используете. Как вас достать? Ладно, кружок. Кройки и шитья. В общем, они имеют такую клейкую поверхность, которая, конечно, немножечко изнашивается со временем, если вы часто их носите, и уже потом плохо клеится. Хотя их можно и нужно. Ой, их тут много. Их две пары. Кстати говоря, да, они тоненькие. Я проживала, думала в упаковке, что они будут толстые. В форме вот такого вот цветочка-лепесточка идут, чтобы правильно приклеивать эти груди. Они нужны для того случая, когда вы не хотите или вам нельзя из-за того, что у вас открытая спина в одежде, надевать бюстгальтер, но как бы соски хочется прикрыть, чтобы ничего не торчало, можно их надевать. Смотрите, чтобы они были максимально тоненькие, и желательно, да, вот с такими вот лепесточками, потому что когда они полностью круглые, это смотрится неестественно, и края могут выдавать себя. В состав у них стопроцентный силикон, такие вот нужные девчачьи штучки. О, следующее, что я достаю, это моя на самом деле долгожданная покупка. Я давно себе хотела что-то такое приобрести, чтобы часто дома пить воду, потому что я ее пью часто. И если я наливаю себе чашку воды, я пиваю ее практически тут же, нужно пойти на кухню. В общем, мне этот процесс не нравится, я хочу, чтобы у меня около моего рабочего места или около кровати вечером стояла прям огромная бутылка, чаще всего в итоге там стоит большая бутылка Шишкин лес, это не очень красиво, поэтому давно хотела такой вот какой-то стакан. Видите, у них сейчас вышла коллекция, насколько я понимаю, розовая пантера, там еще есть такой же стаканчик в голубом цвете, прикольно сделана крышка, как будто такая, как кристалл. И очень мило, опять же, вот, пожалуйста, чем не подарок, это все выглядит очень даритибельно, дарибельно. Из этой же коллекции розовая пантера это подводка для глаз, жидко-двусторонняя с печатью. Срочно открываем! Вот так она выглядит, почему, опять же, не подарить ее подружке или сестре? На самом деле, осталось приятным впечатлением от магазина, потому что у них все такое, знаете, интересное, не знаю, не банальное, прикольное. Есть очень много декоративной косметики, я не стала, конечно, все покупать, я вообще хотела и колонку еще купить, и игрушку на пульте управления, в общем, все протестировать. Там есть много разной японской косметики, кушонной CC, BB крема, помады прикольные, лаки для ногтей, так что очень тонкие муки, она нереально жидкая, густая и насыщенная. Это просто пипец, сейчас покажу поближе. Так, и с другой стороны печать, смотрите, тут печать, лапка кошечки. И она, ааа, офигеть, она просто отпечатывает как татуха, нереально насыщенная. О, это так мило, это просто ощущение, как будто вы рисуете себе полоски тигра. Очень-очень насыщенная. Мне нравится. Дальше, наверное, не самое необходимое, но я зимой остановлюсь манекофил носочковый, поэтому покупаю, если вижу в разных магазинах, разные носочки, просто пробовать по качеству, какие они будут на ощупь и вообще по составу и на первый взгляд, потому что я даже уже так сильно понимаю, насколько долго носки проживут. И вот тепленькие, высокие носки мне нужны там под тимбы, под уги зимой, чтобы щиколотка не была голая. И, пожалуйста, девочки, не носите вы сейчас осенью и зимой короткие джинсы, где щиколотка открытая и ванцы или какие-нибудь конверсы, не бог. В общем, короткие какие-то кроссовки. Мне аж больно на вас смотреть. Или я просто уже старею. В общем, пожалуйста, закрывайте ваши щиколотки. Сейчас, на самом деле, ведь тренд, когда у вас, ладно, короткие джинсы, но торчат из-под кроссовок, между джинсами и кроссовками в отрезке в этом. Какие-то, допустим, носочки с принтом прикольные, пусть они будут даже яркие, забавные. Ну, закрывайте ваши ножки. Кстати говоря, вот чек. У меня все вышло на 2900 рублей. И цена средняя вот 159 рублей, 159, 279, 279, 159. В общем, такие вот, такие вот цены. А, это салфетки. Снимала много кадров, покажу. Есть разные упаковки. И снизу стоит такая упаковочка с вредной девочкой, как сказал Андрей, что это я. Но я с ним, конечно, не согласна. Я взяла вот такую вот голубую с хлопком. Не терпится попробовать, какие они на аромат. 150 штук. И стоит это что-то, ну, 159 рублей, если не ошибаюсь. Я очень надеюсь, что они будут вкусно пахнуть. В общем, значит, такая просунуть салфетку в эту дурочку. Help! Это точно делается так? И получается... У меня ничего не вынимается. Кто-нибудь научите меня пользоваться салфетками. Просто салфеточки для дома я разберусь попозже, как их вообще собрать всю эту конструкцию. Я думала, у меня уже прям совсем все, но нет еще. Из косметики я взяла пробовать вроде как тени. Сейчас я опять сломаю ногти дубль 2. Тени, получается, в колпачке их совсем мало. И мы их набираем вот таким вот образом на спонжик сразу. Мне понравилось то, что они очень такие блестючие, шиммерные, просто на верхний век он носить. Не сказать, что прям фонтан, вау, супер. Но было интересно пробовать, прикольные. По стойкости, наверное, нулевые. Потом это взял Андрей себе, бальзам для губ. Но я его не буду раскрывать. Просто бальзамчик для губ с алоэ вера, витамин Е. И последняя штука, вот эта вот. У них есть на батарейках такие электрические щетки для лица. Есть такие насадки прикольные. Просто когда я пришла, их не было. Но я решила пробовать взять вот такую. Это не электрическая, ручная щеточка. Опять же, вот вам идеальный подарок. Там, кстати говоря, есть еще разные акриловые ящички-боксы для косметики или для украшений. Вообще селфи-палки электрические. Очень красивые, очень такие, знаете, качественные. Тоже это актуальный подарок. Так что обязательно смотрите. И давайте, да, вернемся к этой щетке. В общем, здесь какая-то подставочка. Щетка для умывания и такой массажный получается. Массажная садка. Я вам говорила про то, что я без своей щеточки для умывания жизни просто не вижу. Потому что кожу руками очистить хорошо невозможно. И у меня есть щетка вот ровно с такими же щетинками. Просто такая вот мягенькая щеточка. Даже не щеточка, это, знаете, как такая пушистик. Которая очень хорошо мелкими этими ворсинками умывает лицо и спор прям достает всю грязь. Здесь получается такая вот подставочка. Смотрите, здесь такая штучка, куда будет стекать вода. Кстати говоря, это очень удобно. Моя штука стоит просто вот так. И из-за этого я боюсь, что там скапливаются все равно какие-то бактерии. А здесь прикольно то, что будет все стекать. Это вообще просто вау. Пупырышки. И я уверена, ей удобно будет умываться, брать с собой. Ну что, на сегодня у меня все. Надеюсь, это видео вам понравилось. Я старалась выбрать для себя интересные товары, которые будут, возможно, интересны вам. Обязательно напишите в комментариях, понравился ли вам этот обзор. Понравилась ли вам такая тема видео. И вообще все эти штучки. Уже, честно, терпится пойти умыться, разобраться с салфетками, заполнить сюда воду. Так что все, буду с вами прощаться. Всех нежно, крепко обнимаю, красотки. И всем пока.